И сегодня случится развязка легкоатлетической битвы Европа-США. После первого дня соревнований с небольшим преимуществом лидирует сборная Старого Света. О героях первого дня исторического поединка и чего от матчевой встречи ждать сегодня расскажет Елена Горельчик. Сектор для прыжков в высоту. У каждого спортсмена по правилам было всего 8 попыток. По их итогам выше всех прыгнул наш Максим Недосеков. Взятая высота 2.33 вывела белоруса в лидеры мирового сезона. Это же олимпийский квалификационный норматив на игры в Токио. По правилам победитель имеет право продолжить соревнования. Максим просит установить планку на рекордное для себя 2.35. Мы будем планировать прыгать высоко. И как получится, это уже так, ну я не знаю, как получится. Там будем смотреть. 7 очков в копилку сборной Европы накануне принесла и Татьяна Холодович. С результатом 64 метра 41 сантиметра она стала второй в метании копья. Всего же белорусы за первый день заработали 28 баллов. В общем зачете со счетом 331-304 лидирует команда Старого Света. Мне очень нравится организация, вот этот подход. То есть все четко, размеренно. Мне очень понравились эти соревнования. Сегодня в 19.00 первыми в своем секторе появятся женщины, выступающие в метании молота. В том числе и наша Анна Малышик. Ожидаем выступления еще семи белорусских спортсменов. Барьеристов Виталия Порохонько и Эльвиры Герман. Бегуней Дарьи Борисевич и Кристины Тимановской. Анастасия Мирончик-Иванова выступит в прыжках в длину. Алена Дубицкая в толкании ядра. А Карина Демидик в прыжках в высоту. Прямая трансляция матчевой встречи Европа-США начнется на Беларусь 5 в 18.30. Кто же сильнейшая легкоатлетическая сборная Европа или США станет известно ближе к 10 вечера. Елена Горельчик, Андрей Козлов, агентство теленовостей.